Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, скажите, пожалуйста, если мужчина каждый раз общается со мной и поднимает тему интимности, значит ли это, что он хочет со мной секса, или просто шутки, за ними ничего не стоит, например, говорим о погоде или о скучительности в мире, он скажет пару фраз и сразу шутит на интимные темы, намекает на приезд ко мне домой, типа просто попить чай и пообщаться, либо починить трубу в ванной, либо ещё что-то, потом резко говорить, шутят, только смотри, чтобы я к тебе не переставала, потому что не переставать, тебе плохо станет, ну и всё в таком тоне, при этом говорить, что он вообще меня никак не рассматривает как женщину, я просто друг, что я его как девушка не привлекаю, но у меня есть чувство, что он лукавит, когда говорили с ним по телефону на отвлечённые темы, мне показалось, что он возбудился и ушёл в ванную, как понять его поведение? Ну, на самом деле, на мой взгляд, здесь совершенно 50 на 50, то есть человек может на самом деле просто шутить, да, и на интимные темы и всё, вот, тут может быть неловкость, когда мы говорим про шутки, то есть любая шутка, это может быть средством избежать какой-то неловкости, вот, какой-то близости, то есть перевести, как бы, разговор на интимную тему, значит, как бы, вот выйти из близости какой-то эмоционально, но даже здесь не всегда это так, то есть не всегда человек шутит, чтобы избежать близости, человек может просто шутить, то есть, ну, я бы как-то посмотрел, наверное, на то, как он общается, вот, ну, еще, с другими девочками, да, чтобы сравнить, потому что, может быть, в человеке стиль такой, вот, это первое. Второе, а, как бы, понимаете, вот, то, что вы задаете такой вопрос, это больше про то, чего вы сами хотите. То есть, если вам человек нравится, если вы хотите с ним секса, или наоборот, если вы опасаетесь, что человек будет к вам приставать, и, там, что-то насильно сделать и так далее, если у вас, например, такие опасения, вот, то, наверное, стоит держать дистанцию. То есть, в зависимости от того, чего вы хотите, вам, как бы, и двигаться нужно в этом направлении, по отношению к человеку. А, ну, как бы, имея в виду, что вам могут отказать, имея в виду, что, допустим, там, вы, там, сблизитесь, а, значит, у вас, например, случится секс, но за этим ничего не последует. То есть, не последует, там, его какой-то активности, да, по отношению к вам. Не последует какой-то серьезности, если вы ее ждете и так далее. Это тоже очень важно иметь в виду, чтобы не разочаровываться. Потому что, ну, мужчина в целом, мужчина в целом ведет себя, ну, на самом деле, не очень, не очень серьезно, да. То есть, вот, как-то, ну, как-то, шутки на интимную тему, да, это, опять же, многое зависит от контекста, но... Ну, многое зависит от того, там, сколько вы общаетесь, да, там, значит, что между вами общего, там, какой у вас характер, стиль общения и так далее. То есть, вот это вот все очень важный момент, это все очень важно. И, конечно, если вот ваше общение, оно как бы подразумевает, если оно допускает естественным образом такие шутки, то, ну, наверное, наверное, все в порядке. Но, в целом, вам нужно держать в голове, что опираться нужно на себя, и что, вот, ну, какими бы отношения, там, не были бы, да, какими бы отношения, какими бы отношения у вас, там, допустим, не складывались, да, как бы ваши отношения не складывались, ну, вот. Начнется все с чего-то такого вот несерьезного. И вам надо определиться для себя, да, вот как-то вот, ну, хотите ли вы этого, допускаете ли вы это или нет, то есть приемлемо это для вас или нет. Ну, вот, потому что если на это внимание не обращать, то просто-напросто можно очень сильно разочароваться, да, можно очень сильно как-то вот обжечь. Скажем так, вот, и, соответственно, ну, ничего хорошего как бы из этого не получится, ничего хорошего как бы из этого не будет, и вам будет только хуже. То есть вы будете, ну, расстраиваться, по сути дела, только. Вот. Поэтому это нужно держать в голове. Что касается ваших, ну, вашей истории, что касается вашей истории, вот, вот, ну, в целом, то я, честно говоря, больше как-то вот, знаете, склонен думать, что вы, ну, приписываете человеку, как бы, приписываете человеку, то, что он там пошел в ванну, вы приписываете человеку, то, что он возбудился и так далее, то есть, как будто бы вы, вот, сами заинтересованы в какой-то интимной характеристике, да, больше, чем, ну, человек. Вот. Так это выглядит, по крайней мере. Поймите правильно. Я вас не обвиняю ни в чем, но просто возможно, просто возможно, будет лучше, если вы, вот, просто, ну, признаете, допустим, признаете, просто признаете, что вам как-то вот, значит, ну, хочется, там, условно говоря, секса и все. То есть, ну, ничего, как бы, плохого, да, в этом нет, в том, что у вас есть, например, такая потребность. Но, ее, эта потребность, лучше, лучше признать, если она есть, потому что не признавая ее, ну, эту потребность, вы себе не делаете хорошо, вы, на мой взгляд, делаете себе хуже. Вот. То есть, решать вам, ну, само собой, вам решать. Но вот с моей позиции, да, с моей точки зрения, с моей стороны, если у вас, у самой, какие-то, какие-то желания, какие-то потребности есть, да, если вас, если вас привлекает человек, если он вам, там, я не знаю, интересен, да, и так далее, то, ну, наверное, лучше будет, если вы как-то это сами признаете и вот, ну, не будете обманывать себя и не будете уходить вот в эту защиту, защиту, например. И, напротив, если вам неприятно то, что происходит, если вам не нравится то, что происходит, если вы как-то чувствуете, что, ну, если вам неприятно то, как вас воспринимают, да, если вам неприятно то, как к вам относятся, если вам неприятно вот эти, ну, неприятны в целом, в целом шутки такого рода, вот, то, опять же, об этом лучше всего человеку сказать. Вот это лучше всего человеку донести, понимаете, вот, чтобы у него не было каких-то надежд, надежд, например, на что-то, вот, и чтобы вы не обжигали. Вот, в целом, конечно, то, что вы описываете очень, очень, ну, очень сильно похоже на то, что, вот, как-то доверие между вами, да, какой-то искренности, нет. То есть, вы пытаетесь, вот, ну, играть, вы пытаетесь, значит, ну, друг с другом, как-то, вот, в кошке-мышке, да, то есть, вот, кто догадается, кто не догадается, чего как. Вот, ну, на мой взгляд, это история, которая никуда не приведет, то есть, не приведет это к чему-то хорошему, да, не приведет это к какому-то позитиву, не приведет это к какому-то, ну, к какому-то спокойствию, гармонии и так далее. Вне зависимости от того, будете, будете ли вы, там, в отношениях или нет. Потому что история здесь, она, вот, про то, что я, как бы, не говорю прямо, что со мной происходит, не говорю прямо, чего мне хочется, не говорю прямо, там, от своих, от своих отношений. Вот, поэтому вы, честно, себя спросите, вот, для меня эти шутки, это, это что? Вот, я сама, как воспринимаю ЭПА? То, что, вот, мне показалось, что, эээ, мужчина, там, не знаю, возбудился, как вы говорите, пошел в ЭН, ну, да, вот, что для меня это? Для меня, лично, лично для меня, это что? То есть, ну, мне это нравится, мне это не нравится, эээ, меня это, мне это льстит, меня это обижает. То есть, вот, как-то, как-то, вот, ээээ, в этом направлении больше... ...постарайтесь подумать. Ээээ, чем, эээ, чем точнее будут ваши, ээээ, ну, собственные, ээээ, психоэмоциональные реакции на то, что происходит, чем точнее вы будете, вот, как-то реагировать на ЭПА, тем, в принципе, вам будет лучше, и тем, в принципе, вам будет, ээээ, как-то комфортнее, да, и... тем, в принципе, вы, эээээ, сможете обекватнее реагировать на все на это, потому что, ну, вот, эээ... ...ситуации, ситуации действительно бывают разные, и люди тоже бывают разными, и, вот, и... ...на мой взгляд, ээээ... ...шутка может быть просто шутка, и все. Я не вижу в этом... ээээ... ...ничего такого, вот. Ээээ... ...эээээ... Посмотрите на то, как вы выстраиваете отношения, в целом, то есть, посмотрите на то, вот, ээээ... ...что вы, ну, что вы делаете, да, чтобы вы их выстраиваете, да, то есть, как, ну, как... ...как вы себя, вот, в этом, эээээ... ...позиционируете, скажем так. Вот. И если вы заметите какие-то вот нюансы, на которые, может быть, стоило бы обратить внимание, то обратите на это внимание, я думаю, что это вам будет только на пользу. Потому что чем меньше иллюзий, да, вот как-то в отношениях, тем лучше, чем меньше каких-то вот таких вот недоговоренностей, тем лучше. Вот. Абсолютно при этом не важно, друзья вы или нет. Абсолютно при этом не важно, собираетесь ли вы быть вместе или нет. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По-моему, а то я тут позволю вам начать над собой работу. Удачи! Продолжение следует...